МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа область событий факты в студии Валентина Абрамова. Сегодня в нашей программе. Выплаты детям. Президент обещал по 5 тысяч в месяц всем, у кого малыши не достигли 3 лет. И единовременные 10 тысяч за каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. Разрешение на ввод в эксплуатацию есть. Как только снимут ограничения по международному мосту, пойдут машины. Работы с размахом. До конца мая амурские аграрии должны засеять с соей 870 тысяч гектаров полей. Транспортная надежда на развязку. В июне в Благовещенске начнется строительство второго моста. Песни о главном. Для ветеранов 9 мая устроили выездные и дистанционные концерты. Международный мост через Амур получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Однако ездить по нему можно будет только после снятия всех ограничительных мероприятий, связанных с угрозой распространения коронавируса. Автодорожный мост соединяет село Каникурган Благовещенского района и деревню Чанфа городского округа Хайхэ провинции Хэлунзян. Сооружения начали строить в декабре 2016 года. В конце ноября 2019 основные этапы строительства были завершены. Ориентировочный переход планировали открыть в апреле этого года. Но в связи с закрытием границы из-за коронавируса дату перенесли на неопределенный срок. После ввода в эксплуатацию ежедневный пассажиропоток по мосту составит 5,5 тысяч человек или 3 миллиона в год. А объем перевозимых грузов почти 6 миллионов тонн. После почти двухнедельного перерыва Благовещенский мост через ее вновь стал пропускать общественный транспорт и автомобили грузоподъемностью до 10 тонн. Напомним, запрет на въезд ввели 26 апреля, когда на мосту просела плита. Изменение трафика движения стало возможным благодаря проведенным в ночь с 13 на 14 мая ремонтным работам. Подробности в материале нашего корреспондента Евгения Вдовенко. С 26 апреля движение машин по важнейшей транспортной артерии Благовещенска мосту через Зею было временно ограничено. Под запрет попал общественный транспорт, а также автомобили грузоподъемностью свыше 3,5 тонн. Причиной ограничения стало проседание одной из плит перекрытия моста. Все это время специалисты готовились к устранению выявленного дефекта. И вот в ночь на 14 мая приступили к выполнению задуманного. Для увеличения пропускной способности аварийного моста на Амурском металлисте изготовили специальную конструкцию. Ее задача – закрыть просевшую плиту перекрытия. Именно по эстакаде и будут проезжать автомобили. Для проведения ремонтных работ движение по мосту пришлось перекрывать полностью еще накануне вечером, а установка началась уже за полночь. Монтажом и подготовкой эстакады к эксплуатации рабочие занимались всю ночь и закончили лишь около 12 часов дня. При этом реверсивный пропуск автотранспорта по мосту по одной полосе возобновили ранним утром после пяти часов. Установка данной эстакады, которая была установлена сегодня ночью, позволит организовать движение транспорта массой до 10 тонн. Значительная часть и категория предпринимателей, которые занимаются перевозом молока, в частности, или пассажирского транспорта, будет иметь возможность проехать по данному участку. Благодаря вводу в эксплуатацию конструкции разрешение на движение по мосту получили автомобили весом до 10 тонн и пассажирский общественный транспорт. И напоследок стоит добавить, что все проведенные нынешней ночью работы не отменяют необходимости капитального ремонта моста. Его наметили на июнь этого года. Евгений Вдовенко, Андрей Белый, Амурское областное телевидение. К строительству второго автомобильного моста через рек Узея приступят уже в июне этого года. Об этом рассказали в правительстве Амурской области. С подрядной организацией уже заключен контракт. Работы стартуют с левого берега и будут вестись в круглосуточном режиме. О том, каким будет новый мост, расскажет Ольга Сысой. О строительстве второго моста через Узея власти задумывались не раз. Варианты начали рассматривать еще в 90-х, затем к вопросу вернулись в 2013. Но из-за масштабного наводнения создать проект не удалось. Позже поступали предложения строить мост на Октябрьской в районе Астрахановки, но выбрали улицу Горького. Сегодня закончены все конкурсные процедуры, определен подрядчик, а на левом берегу к работам уже приступили геодезисты. Конструкция нового моста очень похожа на трансграничный переход через Амур. Даже строительство будет осуществлять та же подрядная организация. Но все-таки отличия есть. Сооружение через Зею будет в два раза длиннее в городе. Оно начнется на пересечении улиц Горького и Первомайской. Как раз там, где сегодня расположены складские помещения. Чтобы приступить к строительству, потребовалось изъять 8 земельных участков. 5 из них уже выкуплены. По трем документы оформляются. К данным работам приступили заблаговременно. Еще начиная с прошлого года мы формировали строительную площадку. Определяли участки земельные, которые будут изъяты под нужды строительства. Проводили работу по их оценке и выкупу. Данная работа в текущем году в завершающей стадии. Со стороны Благовещенска построят путепровод, который плавно будет переходить в двухкилометровый пролет моста. Со стороны левого берега около 7 километров займут подъездные пути. Появятся две развязки. Одноуровневая на пересечении с подъездом к Владимировке и двухуровневая в районе 16 километра подъезда к Благовещенску. В этом году подрядная организация предполагает сделать фундаменты всех конструкций, установить столбы диаметром 2 метра и поднять несколько опор. В этом году планируем развернуть полноценные работы на подходах отеля «Левый берег». Это дорожная часть, большие объемы работ. И в наших планах в 2020 году выполнить работу по устройству основания. То есть нам необходимо убрать полнородно-растительный слой, подготовить замену грунта там, где это необходимо, предусмотрены проектные документации. Второй автодорожный мост через ЗЭЮ должны построить за 3,5 года. Стоимость масштабной стройки оценивается в почти 20 миллиардов рублей. Деньги на эти цели выделены из федерального бюджета. Часть из них поступят в регион уже в этом году. Подрядная организация готова в этом году освоить порядка 5 миллиардов рублей. И все будет зависеть от того, как быстро эти деньги придут в субъекты, как быстро организация сможет развернуться. После того, как новый мост будет готов, по нему планируют пустить легковые автомобили и общественный транспорт. На старый перенаправят большегрузы, чтобы не нагружать городские магистрали. Ольга Сысой, Михаил Величкин. Амурское областное телевидение. С 12 мая в России отменен период нерабочих дней, который продлился более шести недель. Такое заявление в своем обращении к нации сделал президент России Владимир Путин 11 числа. Таким образом, наша страна постепенно начинает выходить из режима ограничений, связанного с угрозой распространения коронавируса. В послании главы государства также обозначили ряд мер по поддержке населения и бизнеса, пострадавшего от карантинных мероприятий. Юрий Камышный подробнее. Режим нерабочих дней продолжался с 30 марта по 11 мая. Президент назвал эту меру экстраординарной, которая позволила замедлить развитие эпидемии. За это время удалось повысить готовность всей системы здравоохранения. Число специализированных коек выросло с 29 до 130 тысяч. Создан запас оборудования и техники, в том числе аппаратов ИВЛ. Сейчас Россия вышла на плато по заболеваемости коронавирусом и постепенно нужно выходить из режима ограничений. Делать это будут в три этапа. И если предприятиям уже можно работать, то часть ограничительных мер все еще остается. По всей стране пока исключаются любые массовые мероприятия. И, конечно, всем надо строго выполнять санитарные правила. Это касается работы организаций, предприятий, магазинов, сферы услуг, транспорта. Режим повышенной безопасности должен сохраняться и для людей старше 65 лет. Отдельно глава государства поблагодарил медицинских работников, которые в это непростое время сделали все, чтобы сдержать распространение коронавируса. И рискуя жизнью, продолжают оказывать помощь заболевшим. Всем, кто принимает участие в борьбе с COVID-19, положены федеральные выплаты, которые будут рассчитываться с 15 апреля по 15 июля. Владимир Путин попросил губернаторов лично проконтролировать, чтобы эти доплаты получили все, кому они полагаются. Для врачей, которые работают в социальных учреждениях, доплата составит 40 тысяч рублей за двухнедельную смену. В случае, если они непосредственно оказывают помощь больным, зараженным коронавирусом, 60 тысяч рублей. Для социальных и педагогических работников, среднего, медицинского и административного персонала 25 тысяч рублей. А если они работают с заболевшими людьми, 35 тысяч рублей. Для младшего персонала 15 и 20 тысяч рублей соответственно. Для технического персонала 10 и 15 тысяч рублей. Отдельный пакет антикризисных мер касается детских выплат. Ранее они были положены только получателям материнского капитала, многодетным и семьям, где родители лишились работы в период ограничительных мер. Глава государства существенно расширил этот список. Материальную помощь от государства получит около 27 миллионов детей в возрасте до 16 лет. Уже говорил о дополнительных выплатах на каждого ребенка до трех лет. Для семей, имеющих право на материнский капитал. Но у нас много и семей, у которых этого права нет. Потому что малыш родился до 1 января текущего года. То есть до той даты, с которой введен новый порядок предоставления материнского капитала. В том числе и на первого ребенка. В этой связи предлагаю также установить для таких семей ежемесячную выплату в 5 тысяч рублей. Причем не только в мае и июне, но и за апрель. То есть тоже задним числом. Таким образом, выплаты по 5 тысяч рублей на ребенковый месяц теперь смогут получать все российские семьи, имеющие детей в возрасте до 3 лет. И, наконец, еще одна мера поддержки семей с детьми. С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с 3 лет до наступления 16-летнего возраста. Помощь от государства получат все предприятия и социально ориентированное НКО, пострадавшее от ограничительных мер. А это приблизительно около 7 миллионов человек. Руководители организаций смогут получить льготный кредит по 2% из расчета один минимальный размер труда на каждого сотрудника. Погасить этот займ будет необходимо до 1 апреля 2021 года. Сами проценты не надо будет платить ежемесячно. Они капитализируются. Кроме того, на 85% кредит будет обеспечен государственной гарантией. И главное, если в течение всего срока действия кредитной программы предприятие будет сохранять занятость на уровне 90% и выше от своей нынешней штатной численности, то после истечения срока кредита сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны. Эти расходы возьмет на себя государство. Если занятость будет сохранена на уровне не ниже 80% от штатной численности, то в этом случае списывается половина кредита и процентов по нему. В конце своего обращения Владимир Путин попросил всех россиян бережнее относиться к своему здоровью, соблюдать все предписанные меры безопасности. И тогда мы быстрее вернемся к нормальной жизни, констатировал глава государства. Юрий Камышный, Амурское областное телевидение. И как стало известно, на этой неделе всем амурским медикам, работающим с коронавирусными больными, сделают перерасчет заработной платы. Соответствующее разъяснение о порядке начисления стимулирующих выплат, предусмотренных постановлениями правительства РФ, накануне дали в Минздраве России. На эти выплаты из федерального бюджета Амурской области выделено 138 миллионов рублей. В срок до 14 мая текущего года всем медицинским работникам, задействованным при оказании медицинской помощи с коронавирусной инфекцией, будет осуществлен перерасчет стимулирующих выплат в сторону увеличения в связи с тем, что мы уточнили формулировку за фактически отработанное время, которое позволит в наибольшем размере данную выплату медицинским работникам осуществить. Как уточнили в правительстве региона, получать стимулирующие выплаты медики будут вместе со следующей заработной платой. К тому же из регионального бюджета выделили 71 миллион рублей на доплату тем специалистам, которые не попадают под критерии федеральных выплат. Региональные деньги тем, кто оказывает медпомощь или выезжают к пациентам с подозрением на ОРВИ и пневмонию, а также к прибывшим из мест с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Положены доплаты и тем, кто осуществляют лабораторные обследования на COVID-19. Средства получат и медработники, оказывающие помощь гражданам, находящимся на самоизоляции в обсерваторе или изоляторе медучреждения. Бизнесмены продолжают оказывать материальную помощь амурским медучреждениям. Компания Сибур и Непегас оснастили масками, перчатками и защитными комбинезонами медперсонал Свободненской горбольницы. Помогают они Амурской области не первый раз. Недавно несколько тысяч защитных костюмов уже поступали в Преамурье от Сибура. На днях доброе дело сделала еще одна компания. Доброфлот доставил в регион пять транспортировочных изолирующих боксов. В маленьких медицинских организациях, где это не совсем возможно порой, транспортировать пациентов на центральные базы. Как раз транспортные боксы будут здесь очень кстати для того, чтобы комфортно было и пациентам при транспортировке, не нарушало их в том числе и качество жизни, и как-то сберечь персонал. От Доброфлота поступили и другие средства защиты от коронавируса. Респираторы, перчатки, бактерицидные лампы и ранцевые распылители. Всего более 20 наименований. Помощь предоставлена безвозмездно. Доставленные средства распределят между медучреждениями Преамурья, работающими с новым вирусом. Смотрите далее в нашей программе. Коронавирус не помеха. В микрорайоне Благовещенска возводят самую большую на Дальнем Востоке школу. Загородную отремонтируют ударными темпами. Калинина по плану. Губернатор проверил ремонт дорог. Очередь не дошла уже много лет. Жильцы с Богдана Хмельницкого, 15, мечтают о переезде. Но для них новых квартир пока не настроили. И в небо фуражки бросали. В День Победы в ДВОКу состоялся выпускной в закрытом режиме. И мы продолжаем. В этом году под фирменную амурскую культуру сою будет отдано 870 тысяч гектаров пахотных земель. Это на 2% меньше, чем в прошлом году. На этот показатель повлияла принятая в области программа по сохранению севооборота. Сейчас работы кипят практически во всех хозяйствах. Но из-за недавних циклонов аграрии на несколько дней отстают от графиков. Хотя обещают, что посевную кампанию завершат срок. Один такой комплекс вмещает в себя 6-8 тонн семян. Этого объема в среднем хватает на 1000 гектаров пашня. Сегодня амурские аграрии благодаря современной технике буквально форсируют сроки посевной кампании. И это несмотря на сложности. Прошедшие циклоны со снегом и дождями внесли свои корректировки в график работы сельхозтоваропроизводителей. Это в принципе вот маленько снег, да дождь был, что вот отстали. А так сроки еще успеваем по срокам. Чтобы посевная кампания шла без перебоев, в поле постоянно дежурит машина технической поддержки. Настоящая кузня на колесах, где есть все самое необходимое, чтобы устранить любую поломку. Ну вот компрессор продуем, фильтра, радиаторы дуем. Тут у нас масла меняем, там тыло или что делаем. Сегодня в агрофирме «Партизан» на посевной занято 4 таких ремонтных комплекса, которые обслуживают около 50 машин, занятых в весенне-посевных работах. До конца мая местным аграриям нужно обработать 18 тысяч гектаров пахотных земель, отданных под сою. Жизненно и важно все на поле, чтобы находилось. Вот все здесь вот у нас находится в полевых условиях. Тиски вот, инструменты все, ключи. Тут у нас все, что в полевых условиях. Кузня на колесах в общем. Сегодня в этом хозяйстве культивируют несколько сортов бобовых. Предпочтение отдают амурской селекции. Но в этом году решили попробовать и хабаровский сорт с говорящим названием «Батя». Все подобрано так, что если не уродятся ранние сорта, урожай можно будет получить с поздних. К посевной компании в агрофирме начали готовиться еще до Нового года. Поэтому, несмотря на многочисленные ограничения из-за коронавируса, в хозяйстве смогли завести все необходимое для весенне-полевых работ. Здесь создан необходимый запас горючего, семян и сельхозхимии. Все, что планировали и планировали с осени, завезли семена кукурузы на зерно, семена на силос, травы. Все, что это удобрение, все до Нового года мы привезли. Поэтому поставки на нас это не повлияло. Есть маленькая проблема с гербицидами по зерновым, но есть чем заменить и как. Остальное, в принципе, нормально. Пассевная компания по области должна завершиться к концу мая. На сегодняшний день Севсуи идет во всех районах Преамурия. Аграрии смогли обработать почти 14% пахотных земель. В переводе на цифры это 120 тысяч гектаров. Юрий Камышный, Михаил Величкин. Амурское областное телевидение. В России из-за коронавируса решили перенести единый государственный экзамен. Точная дата не называется. Для девятых классов и вовсе запланирована отмена проведения обязательных экзаменов. Итоговые оценки будут выставлять на основании годовых. Минпросвещение РФ приняло решение о повторном переносе ЕГЭ, сообщили ведомстве в среду 13 мая. Даты начала аттестационной кампании озвучат в ближайшее время. Для девятиклассников и вовсе отменят ОГЭ по русскому языку и математике. Итоговые оценки выставят по текущей успеваемости. При этом для тех одиннадцатиклассников, которые не планируют поступать в этом году, экзамены по русскому языку и математике проводить не планируют. Сдавать их будут только те, кто решил поступать в ВУЗ. Остальным выпускникам оценки в аттестат выставят по итогу года. Экзаменационная кампания пройдет в единые сроки в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Количество учащихся в аудитории будет уменьшено. Проведена дезинфекция помещений. Регионы получат детальные рекомендации, содержащие исчерпывающий список мер по защите здоровья участников и экзаменаторов. Ход работ на крупнейших стройплощадках областного центра проинспектировал губернатор региона Василий Орлов. Вместе с ним на объектах побывала и наша съемочная группа. Стройка на пересечении улиц Тепличной и Игнатьевское шоссе на сегодня, пожалуй, самая масштабная в областном центре. На площади свыше трех гектаров возводятся сразу несколько объектов будущей крупнейшей на Дальнем Востоке школы. Об объеме ведущейся работ свидетельствует и огромное количество техники. На сегодняшний день, с 10 марта приступили. Мы полностью 100% забили сваи, 2600 сваи. Задействованы люди сейчас на блок, то есть тут пять блоков. Значит, блок А и Г – это основные корпуса четырехэтажные. Выполняем нулевой цикл. Уже залит бетон, идет бетон, к бетон, и процесс уже монтаж блоков идет. Проблем нет, добавляет руководитель главной подрядной организации, ни с рабочей силой, ни с финансированием. Оно на этом этапе строительства поступает из областного бюджета. Пока, по словам Александра Синькова, все работы идут по графику. И это несмотря на непредвиденные сложности с водоотведением, устранять которые начали еще зимой. Здесь было воздействие с озера полностью. Мы его выморозили, успели, сделали выморозку озера, подготовительные работы провели, отработали котлован именно в холодных условиях и успели зайти на сваиное поле. Сдать школьный комплекс из пяти зданий, рассчитанный на полторы тысячи учебных мест и общей стоимостью в миллиард 370 миллионов рублей, планируется летом 2022 года. В Благовещенске ежегодно мы отмечаем прирост учащихся на тысячу человек. Поэтому эта школа очень нужна. Но эта школа не единственная. У нас еще строится школа в Свободном. Крупная тоже строит компания «Мужстрой». У нас проектируется школа в Акимчане. Мы надеемся, что в этом году приступим к строительству. И отдельно планируем еще строительство школы в Чигирях. Побывал губернатор и на соседней стройплощадке, где по программе комплексной застройки ведется возведение сразу четырех многоэтажек на 380 квартир. Всего же здесь планируется разместить 11 жилых зданий общей площадью свыше 42 тысяч квадратных метров. Все они будут в современном стиле, поскольку этот жилой комплекс будет своего рода визитной карточкой Благовещенска на его северо-западном въезде. Евгений Вдовенко, Андрей Белый, Амурское областное телевидение. 12 мая ушла из жизни Татьяна Фарафонтова, широко известная в Преамуре как грамотный финансист и авторитетный депутат Законодательного собрания области. Татьяна Павловна Фарафонтова. Карьеру финансиста начала с должности заместителя главного бухгалтера Амурской машиноиспытательной станции в 1978 году. После работала в администрации Михайловского района, затем в правительстве области, где дошла до поста первого заместителя министра финансов региона. В 2011 избрана депутатом Законодательного собрания области, где работала председателем комитета по бюджету, финансам и налогам. В 2018 из-за тяжелой болезни оставила свою должность, но продолжала работу в качестве члена этого комитета вплоть до своей смерти. Путепровод на улице Загородная в Благовещенске откроют раньше срока. А на улице Калинина полностью заменят все инженерные сети и дорожное полотно. В областной столице продолжается плановый ремонт дорог. Ход работы оценил губернатор Василий Орлов. В этом году на ремонт дорог в Благовещенске выделен 1,7 млрд рублей. Для сравнения, в прошлом году эта цифра составляла всего 700 млн. Деньги поступили в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего будет отремонтировано 20 участков. Среди основных – это путепровод по улице Загородной. Здесь работы идут с опережением графика. Подрядчики планируют сдать объект на месяц раньше – в сентябре текущего года. Объект был в критическом состоянии. После того, как у нас в прошлом году обрушился путепровод свободным, мы проанализировали техническое состояние всех мостовых сооружений. Этот попал у нас в число приоритетных с точки зрения реконструкции. Поэтому здесь особое внимание ему уделяется. 110 млн. он стоит. И мы надеемся, что мы сможем его сдать раньше срока. По срокам, по плану, этот объект должен был быть сдан 31 октября. Надеюсь, что нам удастся это раньше. На улице Калинина от Тениста до Краснофлотска ведется замена ливневой канализации. Участков теплосетей. Все эти работы синхронизированы с деятельностью по устройству асфальтобетонного покрытия и тротуаров. Проект поделен на три этапа. Первый от Тенистой до Пролетарской. Работы здесь намерены завершить 25 мая. До 31 июля планируется закончить участок до улицы Октябрьской. К 1 сентября должны доделать отрезок от Краснофлотской до Горького. Затем рабочие зайдут на участок между Горького и Октябрьской. У нас улица Калинина, сети, они все будут обновлены? Все. То есть они все будут приведены? Все 100%. По вашему поручению, на всех ремонтированных участках сети приводятся в нормативную цену 100%. Жильцам и автомобилистам сразу трех рядом стоящих домов в Благовещенске, чтобы добраться до контейнерной площадки или выехать из двора на проезжую часть, приходится преодолевать настоящую полосу препятствий из глубоких ухабов, заполненных дождевой водой. По словам местных жителей, тяжелее всего весной и летом. В это время их дворы превращаются в одну огромную лужу. С жителями пообщалась Ольга Сысои. Вы посмотрите на наш двор, да? То есть у нас нет двора, а какая-то сплошная полоса препятствий. Особенно, когда после дождей у нас лужи прям неимоверные, начиная от въезда и заканчивая до, проезжая мимо, так сказать, помойки, до дома ветеранов. Этот разбитый въезд ведет во дворы сразу трех домов, расположенных по адресам Красноармейская, 91, 91, дробь 1, а также Театральная, 94. По словам местных жителей, асфальтовое покрытие здесь есть только на парковке. Вся остальная территория – утрамбованный грунт. А потому во время весеннего таяния снега и летних ливней дорога к домам напоминает аквапарк. В свою очередь местным автомобилистам приходится проявлять чудеса виртуозного вождения, чтобы не разбить ходовку своих машин. Пока мы разговаривали со Светланой из соседнего дома, к нам присоединилась еще одна женщина – Наталья Ефимкина. В этом районе она живет с 95-го года. Нормального въезда, говорит, тут никогда не было. В 2015 году жильцы их дома уже обращались в управление ЖКХ «Благовещенска». Но ответа так и не получили. За пять лет дорога стала только хуже. Вот эта вот дорога, не грузовая машина разгрузить мебель не может подъехать, не скорая, если скорая идет несчастная, сикость-накость, кривом боком, она вообще стоит на бордюре. К мусорке не пройти, дожди пройдут, к мусорке не идти. Идем в болотных сапогах. Между тем в управлении ЖКХ «Благовещенска» от комментариев отказались, пояснив лишь, что об этой проблеме им известно. Тем временем в областной столице уже третий год проводят благоустройство дворов в рамках нацпроекта «Городская среда». В 2020 году в этот проект попали 24 придомовые территории. На их ремонт предусмотрено более 100 миллионов рублей. Кстати, жителям проблемного дома в мэрии порекомендовали тоже заявиться на участие в данной программе, а для оформления документов привлечь депутата от округа. Ольга Сысоя, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. Не расселяют из аварийного жилья. К нам в редакцию обратилась семья, которая больше 20 лет проживает в ветхом доме. Небольшое двухэтажное здание расположено в Благовещенске по адресу улица Богдана Хмельницкого, 15. Ежегодно его топят, а разрушение стен видно даже невооруженным глазом. Семья неоднократно обращалась в самые разные инстанции. Но переселить их так и не смогли. Мы решили разобраться в сложившейся ситуации. Подробности в сюжете. Когда все новостройки подняли уровень свой, наш дом опустился соответственно, и вода уже стояла вот по этому уровню. То есть видно, да, стена в плесени, она показывает уровень. То есть уже в квартиру зашла вода и стояла вот так. Наталья Федорчук вместе с мамой прожила в этом доме больше 20 лет. Съехала отсюда только год назад, когда вышла замуж. А мама так и осталась в квартире на Богдана Хмельницкого, 15. Письма в администрацию Благовещенска с просьбой переселить. Семья начала писать с 2006 года. Уже тогда дом был не просто ветхим, но аварийным. И с каждым годом его состояние только ухудшается. Мы хотели узнать, относимся ли мы к какой-то программе переселения. Потому что дом адекватно, даже невооруженным взглядом видно, что он ветхий. Оказалось, что мы не относимся даже к ветхому жилью. Начали выяснять, почему. Оказалось, просто забыли внести. Внесли в фонд в программу переселения до 2010-го. Она не реализовалась. Не знаю, по каким причинам. Потом наступает до 2014-го, да, следующий срок. Тоже, вот, все стоит. Теперь до 2018-го. И тогда все так же расселение не случилось. Зато возле дома выросли многоэтажки и офисные здания. Обновили тротуар. Но во время этих работ асфальт подняли выше уровня дома на 40 сантиметров. И теперь вся вода с улицы стекает к ветхому строению. Из-за регулярных потоплений в квартирах появилась сырость и плесень. Дом, сами видите, разваливается потихонечку. И в прошлом году ливневое лето было. И у нас даже вода стояла в квартирах. И вы думаете, кто-то что-то сделал, что-то нет. Абсолютно. Нам прислали бумажки после этого и сказали, ваш дом аварийный. Его топят. Сносите сами свой дом. А если вы его не снесете, не отремонтируете, будем изымать вашу землю. В административных нуждах. А мы куда? А нам что делать? Вот, представляете, в какие мы туалеты вынуждены ходить. Он утонул, утонул, двери не открываются. Вот сюда зайдешь и все, ни разу не чистится. Вообще за сколько лет, за 20 лет ни разу никто его не чистил. К слову, в доме нет условий. В туалет жителям приходится ходить на улицу. Всего в строении 10 квартир. Большинство людей съехали, не вытерпев комфорта в кавычках. Но трое так и продолжают ждать переселения. О состоянии этого жилого строения по администрации Благовещенска знают. Тем более, что управление ЖКХ находится практически через дорогу. Нам рассказали еще в 2014 году, что есть 6 лет назад двухэтажка была признана аварийной и включена в регионально-адресную программу переселения граждан из ветхого фонда. Напомню, что эта программа принята правительством Амурской области и срок ее действия 2019-2025 годы. Поэтому, как только будут доведены лимиты, то администрации города Благовещенска будет принято соответствующее решение либо о строительстве многоквартирного дома, либо о приобретении жилья в готовых жилых домах для переселения граждан, в том числе из дома по адресу улица Богдана Хмельницкого, 15. Ждать переселения в этом году жильцам не стоит. Всего в областной столице в списке аварийных числится 150 домов. Бараки, многоэтажки, частные дома. Всего около 500 семей. Из них 196 справить новоселье смогут уже в этом году. Строительство домов для них ведется. Анастасия Слесарева, Иван Сюмак, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение. В День Победы сразу несколько творческих подарков сделали амурским ветераном войны артисты Благовещенского общественно-культурного центра. На одном из праздничных концертов, которые фронтовая бригада артистов устроила на открытой площадке во дворе социального дома ветеран, побывала и наша съемочная группа. В Благовещенском социальном доме для одиноких пенсионеров-ветеран сегодня проживают около 60 человек. Среди них есть и 11 ветеранов войны. Всем им и был адресован творческий подарок артистов ОКЦ. В 30-минутный концерт вошли несколько танцевальных номеров, а также самые известные песни военных лет. По словам артистов, подобные выступления перед ветеранами, а особенно на День Победы, это всегда крайне волнительно и эмоционально. Сегодня мы также участвовали в акции «Песня в подарок ветерану». И когда мы увидели слезы на глазах у ветерана Великой Отечественной войны, когда мы исполняли песню «День Победы», это было очень сложно сдержать свои слезы. Слезы на глазах были и в этот раз, причем не только у ветеранов. «День Победы», «День Победы», «День Победы». Для 85-летней Нины Конниковой воспоминания о годах войны и о таком долгожданном Дне Победы всегда сопряжены со слезами. Как и у многих других, война украла у нее счастливое детство. В колхозе у нас уже мужиков не оставалось. Все мужчины забрали на фронте их. Остались одни женщины и дети. Сразу я ходила маме коров дарить, помогала. Мама дояркой работала. Это мне уже 13 было лет. 14 лет я уже была зачислена в колхоз, в бригаду. Меня зачислили в общеводческую бригаду, а на прицеп тракторную бригаду на прицеп послали. Кстати, в День Победы артисты в Доме ветеран были далеко не первыми и не последними гостями. По словам директора учреждения, поздравления ветеранов с праздником продолжались на протяжении нескольких дней, но принимать это все приходилось в условиях изоляции. И цветы привозили, и подарки привозили, и конфеты привозили. Вот так вот это все у нас происходит каждый год. Люди даже приезжали, которые просто не назывались. Они привезли вот такие маленькие тортики каждому с такой шикарной клубничкой. То есть, понимаете, это вот такие мелочи. 14-я школа, 11-я школа приезжали, открыточки привезли. Ну, очень много людей приезжает. Впрочем, сами ветераны признают, подарки для них не главное. Гораздо более ценна высказанная искренняя благодарность, которая, по их словам, дарит не только яркие эмоции, но и новые силы для жизни. Евгений Вдовенко, Владимир Петренко, Амурское областное телевидение. 9 мая в Двоку состоялся крупнейший за последние годы выпуск офицеров. В торжественный день выпустились больше 220 человек, причем 70 завершили учебу с отличием. И 17 золотой медалью. Выпускной проходил в закрытом режиме, без журналистов, родственников и гостей. Несмотря на ограничительные меры, все праздничные ритуалы в военном училище соблюли. В этот день дипломы здесь вручили молодым офицерам, в том числе и Сергею Грань. Молодой человек с детства мечтал стать военным. Прошел уссурийское суворовское училище, поступил в Двоку. Я считаю, что выпуск День Великой Победы – это знаменательная дата, которая говорит о многом. Говорит о победе российского народа, российской Германии, о славе наших предков, о их великом подвиге. И выпуск именно в эту дату, я считаю, надолго останется в памяти моих товарищей и моей личности. Поздравление в этот день выпускники получили лично от Героя России Геннадия Житко. Командующий войсками Восточного военного округа специально прилетел в Благовещенск на торжество. Он вручил документы будущим командирам мотострелковых взводов, горных и арктических подразделений. Кстати, Двоку – единственное место, где готовят таких специалистов. Специализации очень востребованы в войсках и пользуются для абитуриентов большим спросом. Училища поступают практически со всех регионов нашего государства. Больше всего, конечно, мечтают попасть на горную подготовку арктическую, морской пехоты. Ну и в то же время мотострелки у нас активно участвуют в армейских играх. Это Суворовский натиск, снайперский рубеж. И там достигают высоких результатов. Двоку является одним из старейших военно-учебных заведений России на Дальнем Востоке. С 1940 года ВУЗ подготовил 27 тысяч офицеров. 37 из них удостоены звания Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации. Этот выпуск стал 109-м. И уже в ближайшие дни парни разъедутся по частям и гарнизонам страны. Заступят на службу. Евгений Вдовенко, Анастасия Слесарева, Амурское областное телевидение. И на сегодня у меня все. Смотрите другие программы нашего телеканала. Всего вам самого наилучшего. Увидимся в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин